Короче говоря, нас похитила Грэнни в реальной жизни. Это был обычный день и ничего не предвещало опасности. Аня с Кисой Алисой уехали в Москву. Алиса впервые в своей жизни уехала из дома, представляете? Влог об их поездке и о том, что там с ними случилось, вышел сегодня на нашем общем канале Magic Family. Обязательно посмотри, такого ты еще не видел. Кстати, там Киса Алиса встретилась с Жаном. Помнишь его? Короче, ссылка внизу. А мы остались дома одни, и к нам должна была прийти няня. Пока мы ее зажитались, мы решили надеть супергеройские костюмы и объявить победителей нашего челленджа питомцы-супергерои. Мы посмотрели очень много ваших выполнений челленджа в Инстаграме и ТикТоке и везде. И выбрали 5 самых, как нам показалось, интересных и сложных работ. Вот они, 5 победителей. Ксюша Перси очень постаралась, и с ней мы будем даже общаться по видеозвонку. Джек, Рассел, Николь, получились очень классные ролики. Пузель Сара тоже сделала и супергеройский костюм, и смонтировала видео. А также Йорк Мишель и ее хозяйка сделали целых 2 работы. И Йорк Шанечка тоже попал в пятерку победителей. И эти ребята получат от нас подарки. Крутые супергеройские аксессуары. Игрушки и миски от американского бренда Buckle Down. Из их официальной коллекции Marvel и DC. С настоящим калифорнийским дизайном. А если ты хочешь для своего песика такие же супергеройские штуки, ссылка именно на официальный магазин Симбео, где можно их купить в описании внизу. Промокод Мэджик. Ну а нашей няне все не было и не было. И мы решили пойти погулять. Но все двери в доме были закрыты. Мы заметили, что в окне что-то мелькнуло. Но потом решили, что нам показалось. Мы не знали, чем заняться. Выбирали себе новые летние футболочки. Валялись в кровати. Занимались музыкой. Поиграли немножко в игрушки. И даже нашли Анину заначку с нашими вкусняшками и съели их. Поантистрессились антистрессами, но нам все равно было скучно. И тут Миша предложила. А давайте поиграем в прятки по всему дому. Нам всем понравилась эта идея. Чур я не вожу. Сказала Софи. Я тоже водить не хочу, сказала я. И Мишка тоже убежала прятаться. Так, надо найти какое-нибудь интересное местечко. Куда бы мне спрятаться? Софи тоже искала место, где спрятаться. Может быть в самой дальней комнате? Может быть не запрыгнуть в кровать и залезть под одеяло? Нет, слишком просто. Может быть прятаться в одной из ванных комнат? Может в одну запрыгнуть? Нет, не пойдет. Может в унитаз? Нет, вдруг утону. И уплыву в какашечные дали. Так, надо найти самое дальнее и сложное место. О, кажется я придумала. Отлично, тут он точно меня не найдет. По крайней мере будет искать очень долго. Найдет последнее, я выиграю. В итоге Эйвен стал водить. Он стоял в углу и считал. А в это время за окном снова мелькнула какая-то тень, но мы ее уже не заметили. Один, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Эйвен услышал, как разбилось стекло. Кажется, я кого-то сейчас найду. Он подумал, что кто-то спрятался в шкаф с посудой или холодильник и разбил какую-нибудь тарелку. Но на кухне никого не оказалось. И в холодильнике никого не было, и в посудомойке, и в шкафу с посудой. Хм, очень странно, что же это был за звук? Ага, может в кабачках кто-нибудь прятался? Нет, что-то не похоже. Я думал, будет легче. А в это время Мишка наконец-то нашла место, где спрятаться и сидела в своем укромном местечке. Но тут она услышала чьи-то шаги. Нет, только не это. Неужели Эйвен нашел меня быстрее всех? Вдруг она увидела, что это какое-то живое существо, похожее на человека. С палкой и непонятное странно выглядящее. Издающее непонятные звуки и хрипы. Нечто приближалось к ней, и тут Миша сказала. Вы-вы-вы кто? Вы не очень похожи на няню. Вы похожи, похожи на... Эйвен продолжал свои поиски в другой комнате. Он никак не мог никого из нас найти. Не понимаю, куда они могли подеваться. Может быть вот тут вот? Хм, тут тоже никого. Я никак не могла решить, куда бы мне спрятаться. Я уже слышала, как Эйвен ищет. Надо скорее прятаться, но куда, куда? О, привет, двойник. Ты тут откуда? Ладно, потом поговорим, мне сейчас спрятаться надо. О, кажется, я знаю отличное местечко. Я спряталась и не знала, что произошло с Мишей. И вдруг Эйвен тоже увидел это нечто. Ждали няню? А пришла я. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это, это, это же Гренни. Прошиб талон. Куда, куда бы спрятаться? А никуда. Ха-ха-ха. Сказала ему бабка Гренни. Что ты сделала с нашей няней? А вы, я смотрю, в прятки играете. Хе-хе. Давай поиграем, милый пясик. Эйвен пытался убежать, но Гренни схватила и его. А-а-а. Ха-ха-ха-ха-ха. Мы с Софи продолжали прятаться. И не знали, что происходит вокруг. Хе-хе. Что-то долго Эйвена нет. Значит, он, видимо, совсем не может меня найти. А-а-а. Э-э, вы кто? Штаны распахнулись, и Софи увидела, что на нее смотрит бабка Гренни, как из игры. А ты, Эйвен, изменился, пока меня искал. Плохая шутка. Сказала бабка. Да и на няню вы не похожи. Вашу няню я устранила. Теперь я ваша няня. Хе-хе-хе. Она похитила и Софи. Эйвен и Миша уже сидели в заложниках с завязанными ртами в каком-то старом Греннином чемодане. Чемодан стоял на высоком шкафу, и они даже не могли никак подать нам никакой знак. Гренни несла Софи в чемодан. А та еще не знала, кого она уже поймала и стала кричать. Ребята, бегите, убегайте, зовите на помощь. Тут бабка Гренни. Надо было все-таки в холодильник спрятаться. Думала я, сидя под креслом, и вдруг я расслышала крик Софи. Что же случилось, пока мы играли в прятки? И вот тут-то я услышала, как какой-то жуткий голос недалеко говорит. Осталась одна. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Иди к своей новой няне. Я старалась сидеть тихо, но было очень страшно. Я увидела, как чьи-то жуткие ноги подошли к креслу. Играешь со мной в прятки? Но я тебя нашла. Последнее, что я услышала. Страшная бабка Гренни с палкой уносила нас в своем старом чемодане подальше от дома. В неизвестном направлении. Что она будет делать с нами? Может сделает из нас чучело, или сварит суп, или... Все, хватит Юми. Юми, хватит рассказывать эту историю. Правда, уже очень страшно. Ну так это же страшилка. Все, хватит, дурацкая история. Аня, правда, уехала, мы одни дома. И ждем няню, как-то жутко теперь. Да это же просто страшилка. Вы это слышали? Ага. Ага. Я испугался. Я, я тоже. Как кто-то пришел. Наверное, няня? Но мы же закрыты снаружи. А у няни должен быть ключ. Значит, она должна открыть сама. Вы тоже это слышите? Юми, это уже не смешно. Твоя история повторяется. А это тут при чем? Скажи, что это не пранк. Это не пранк. Точно не пранк? Нет. Юми, кто-то идет. Вы слышите шаги? Кто-то открывает нашу дверь. Надо прятаться. Короче говоря, крайне в реальной жизни. КОНЕЦ Продолжение следует...